Врачи-миндоскописты, я хочу поздравить вас с очередным конгрессом, очень представительным и благодарить его капиталов и президента Ассоциации Миндоскопистов и Государственного Павлева за возможность принять участие в вашем очень представительном форуме. Михаил Павлович, некоторые элементы аммоноцентов просили мне рассказать о очень простых вещах, в частности, эвукансер предвечный, предвечный профилактик рака толстой тюрьмы. Я хочу сказать, что, естественно, вопрос этот актуален уже давно, может быть, сотни лет тому назад, сейчас у меня нет времени останавливаться. Вот активный подход к суммарному формированию такого реферального представления перевести в Акции рака толстой кишки, он начался в 2019-х нулевых годах. В частности, объем из первых конгрессов, в первых конгрессе по имени, в 2002 году, президент Северного Павловича Миндоскопистов и Миндоскопистов. Я его приглашал в качестве одного работа, я его рекоментировал, здесь поведен президента Северной организации, профессора Классова справа. Рядом с ним женщина, которая потеряла сына, в раннем возрасте он был в Акции рака, в Северном Павловиче, и она вложила значительную часть своих средств поддержку этого движения за международную тюрьму рака. Рядом стоит известный американский онколог Минауэр, и я стою на тюрьме рядом с итальянским хирургом, он в то время был президентом итальянской жирургической ассоциации, например, Балдом, хирургом, Ветиканом. В России регистрируется в год более 60 тысяч, и в 2014 году было зарегистрировано 21-84 новых случаев колорабитального рака. Из них, к горькому сожалению, на 25% в четвертой стадии, с учетом третьей стадии. Это составляет более 50% диагностика, то есть у портуры, в поздней. Среди мужчин у ректорра занимает второе место в струке железнодости, третье в струке железнодости. У женщин он занимает третье место в струке железнодости и второе место в струке железнодости. Мы производим наследственно обусловленные, спорадические, которые доминируют, в первую очередь имея предшественникам аденома, с развитием адедокарцинома почти в 90% случаев, воспалительные изменения предшествующие, злокачественные трансформации и коврикамера аденома. Первичная профилактика, то есть предотвращение развития аденома и воспалительные заболевания аденома, и вторичная предотвращение лицетива развития аденома. Семьдесят процентов случаев спарадического гомогитарного рака, это ситуация, когда возникновение заболевания непосредственно связано с образом жизни. До семидесяти восемьдесят процентов случаев развития опухоли можно было бы избежать при раннем изменении опухоли жизни. Ну и Вы лучше всех знаете, что энероскопическое удаление аденома толстых душевыми уменьшает вероятность трансформации аденома в коврикамерную раку в 75%. Одним из важнейших факторов коврикамерской питания и в частности увеличение содержания клетчатки. Снижает риск развития рака оботочных душевых местных исследований, это совершенно недавно проведено на огромном количестве людей, около 6 тысяч, 13 тысяч. Показано, что введение в родство овощей, повышение содержания в воде овощей в ракционе существенно и доказательно снижает риск развития ковриктального рака. Это обусловлено разными причинами. Высоким содержанием кардиноидов, высоким содержанием витамина С, наличием флавоноидов, предшествия ковриктаминов других витаминов и пищевых волокна. Нет времени останавливаться на особом значении пищевых волокна, но действительно ролик очень привлекательный. Важным компонентом пищевых волокна, среди грибезинолаты и под влиянием бактериального гидролиса, это приводит к увеличению в мышке содержания изодиоцианата, который является индуктором апоптозы, ингибирует англиогенез из пособственных тракторных слофент, элиминации канцерогенов. С другой стороны, увеличение в рацион красного мяса повышает риск развития ковриктального рака. И мета-анализ 22 исследований показал, что ежедневно тихий рацион более чем 90 грамм от порции красного мяса увеличивает риск развития рака подочной кишки. А включение в рацион красного мяса более чем в одно блюдо в течение дня повышает риск развития рака подочной кишки на 37%, и рака прямой кишки на 40%. Риск развития ковриктального рака – это интересный фактор, который также обладает свой отпечаток и на развитие ковриктального рака. Риск развития этого заболевания возрастает на 8% при курении более 10 сигарет в день, при старшек курении более 10 лет, риск развития ковриктального рака увеличивается и становится достоверно более высоким через 30 лет. В большей степени возрастает риск развития ковриктального рака, сейчас с любой кишки и при развитии ковриктального рака металлического рака увеличивается, примерно на 26% выше, чем у нервы рачи. Алкоголь имеет много противоречивых суждений, но все же тщательно исследований на большом количестве исследуемых, анализ 16 исследований, показалось, что употребление алкоголя повышает риск развития ковриктального рака. Если посмотреть на эти кривые, мы не видим здесь так называемых безопасных доз. Любая доза, принимаемая регулярно, повышает риск ковриктального рака. Если бы я сейчас читал лекцию в кардиологической аудитории, то я бы сказал, что нет безопасной дозы до развития бегового приступа или рецидивных приступов фибрилляции. То есть минимальная доза алкоголя при определенных условиях может вызвать фибрилляции в России. Поэтому универсальное треотропное действие алкоголя, оно становится все более и более очевидным. Масса тела, огромный объем исследований, более 520 тысяч человек, показалось, что постепенное увеличение массы тела, даже очень небольшой массы тела, повышает риск возникновения ковриктального рака. Если взять за стандартный критерий, прибавка в весе в менее 100 грамм за единицу, то увеличение веса на 1 килограмм в течение года повышает почти вдвое. Риск возникновения ковриктального рака и у лиц, прибавка в весе в 20 до 50 лет оказалась более 20 килограмм, риск развития рака водочной кишки в воду увеличился до 38%, по сравнению с теми, у кого вес оставался стабильным. Физическая активность, физическая нагрузка, даже умеренная нагрузка, снижает риск развития рака водочной кишки на 25%. В настоящее время нет информации о продолжительности, частоте, консивности тела, физической активности, максимально снижает риск развития рака водочной кишки. Но все более и более исследователи приходят к выводу о том, что именно аэробная, аэробная, не высокоинтенсивная, а аэробная физическая нагрузка, умеренная интенсивность, а гадки с наиболее трудоприятными. Опять-таки, эффекты многосторонние и аэробная физическая нагрузка способствует больше и повышать регенераторные возможности в отношении аэробных мозг. Англичане показали на популяции более 150 тысяч, что ежедневное, или по меньшей мере, пятикратное участие в работе на своем саду, в садике, в так называемой гардене, и делок от 15 до 30 минут, снижает в этой популяции риск в риск развития полароктальных рака. Это не любая физическая нагрузка, регулярная, не легкая, а оказывает вороконное патологическое влияние. Скриннинг и профилактика полароктальных аденом, конечно, это, в большинстве таки, область как раз специалистов, которые собрались на этом конгрессе. И эндоскопическое удаление аденома, то, с точки зрения, улучшают вероятность в риск полароктального рака на 75%. Помимо этого, обсуждается, как раздельно влияние различных витаминов, в частности фолиевой кислоты, которая снижает, проявляя в приеме риск на выглоснижение уровня 25-гидрокси витамина Д, повышает риск развития полароктального рака. В отношении ацетилсенциловой кислоты существует разночтение. И, как бы, часть авторов считает, что регулярно приема ацетилсенциловой кислоты снижает риск. Другие авторы считают, что это оказывает. И последние работы показывают, что не только ацетилсенциловая кислота, но и нестероидные, нестероидные противовоспалительные препараты любого, так сказать, вида. Если они угнетают активность ацетилоксигеназа второго типа, именно селективно, ацетилоксигеназа второго типа, то не оказывают предотвращающий профилактический эффект на возможную трансформацию опухоли, трансформацию в кислоте кишки. В последнее время эта перспектива появились, так называемые матрицифтические продукты. Это высокотехнологичная, произведенная из стимулизированных экстрактов биологически активных компонентов продуктов природного происхождения. В частности, к ним относятся кукумина, метод-трекорийницифтические продукты, пищевые молотные, деградаментные пищевые молотные. И механизмы противодействия этих рецептиков, они включают, в частности, кукумина, они включают как модуляцию генов супрессового методополения. В частности, воздействуют на микро-РУК-21, очень важные регуляторные молекулы, триклеточные, так и на модуляцию факторов транскрипции, которые в целом округлости оказывают профилактическое влияние на опухолевую, на возможность оттуда трансформации. Другие продукты, как и помимо профилактика, просто говорить о том, что номер два колоректального праги, которые реакции инфицируют апоптоз и приобретают воспаление. Главное, лакурмиза, посредством внесения активности цикло-оксигенации второго типа. Другим перспективным направлением являются изучение микробиома, методеномные исследования. И определенная надежда возлагает на разработку рецептов про биотику, которые включены в схемы лечения язвенного колитов для поддержания ремиссии заболеваний, обеспечивая большую удолженность. В частности, мы у себя в клинике сейчас начали сроком применять определенную пробиотику. Если представить от себя у околи толстой кишки, в частности, последовательной динамики, демулярной диномы, тубоварсиничной диномы и, наконец, карцинома, мы видим постепенное изменение микробиота кишки. Мы видим нарастание бактерий с негативными реакциями, индицирующие индикации кинеза, такие как протобактерии, шерихи, шерела, псевдомонады. При введении пробиотиков появляется возможность воздействия на негативные факторы этой патогенной микрофлоры, в частности, на ферменты бактериальных клеток, нитроредуктазы и азоредуктазы, которые ограничены воспреждением проконсорогена, активацию проконсорогена, на бета-укронидазу, в реальных клеток, которые приводят к повышению концентрации агрекона в канцерогенах кишки и на метаболизм пищевых канцерогенов с выделением токсичных телевартов. В частности, введение пробиотиков, в составе которых различных видах, приводят к нейтрализации первых двух факторов, группы факторов, введение таких пробиотиков, содержащих библион и пробиона факторов, приводят к поведению метаболизма и высвобождение пищевых канцерогенов. Таким образом, пробиотики в целом оказывают антиполитеративный эффект на бутылоклетки путем активации апоптоза. Они ингибируют проконсорогенные тирозинкиназные сигналы и активируют местные пульти, путем выделения комплективных панцерогенов, в частности, короткоцепочные жирных кислот, оказывающие огромное влияние, системное влияние в организме. И заключая свое короткое преступление, я должен сказать, что полуроктальный рак имеет идентическую основу, где развивается часть сильных снарушений. И в число этих внушений входит избыточная масса тела, недостаточная физическая активность, пылья, алкоголизация, недостаточная вода, а в частности, подобных избыточных вода потребления красного мяса. Вторая первичная профилактика, которая заключается, собственно, в видении здорового образа жизни, в ход рождения и смерти. Если бы меня попросили прочесть лекцию, касающуюся профилактики, сердечно-сосудистых заболеваний, я бы перечислил все же эти же факты, которые я бы сказал, что для того, чтобы профилактировать в раннее наступление, осложнение атеросклероза и гипертонической болезни, необходимо нормализовать тело, физически активироваться и так далее и так далее. Если бы меня, значит, попросили представить лекцию в аудиторию, врачей, которые интересуются развитием герцоглярной красного молитвы, с мелкомбольной, шаровой болезнью печени, я бы прочел бы точно эту лекцию, сделал бы точно эти выводы. Точно такие же выводы, я прочел бы в аудитории врачей, которых интересует рак поджелудочной железы. И я также перечислил бы все эти факторы, которые необходимо учитывать для того, чтобы профилактировать развитие рака поджелудочной железы, унициологического патриотита. Таким образом, то, что кажется совершенно простым, и то, что кажется, что это необходимо или можно, в таком случае, не принимать внимания, на самом деле является совершенно важным. И это заключение, оно носит, скорее даже, не медицинский характер, оно носит философский характер, потому что лица, придерживающиеся тех принципов, которые изложены в этих пунктах, на счету являются глубокими пилозами. Спасибо за внимание. Спасибо. И что, это еще один шаг.